Всем привет! Вас приветствует магазин Граунер. Сегодня мы примерно расскажем, как вам сделать своими силами угольный фильтр. Просто хотел так отснять небольшой видосик. Стоит ли самому заморачиваться это делать? Не стоит. Как я уже говорил в предыдущих видео, самое главное в угольном фильтре это уголь. Чем качественный уголь, тем лучше. Желательно с фракцией не менее 4 миллиметра в диаметре и потолще сетку. Получается, съездили я специально на рынок. Сетка у нас была. Приобрел вот такой фланец, просто канализационный какой-то где-то на рынке. Увидел и решил снять видео. Приобрел вот такой вентиляционный фланец 125. К сожалению, сильно не заморачивался. Толщина засыпки здесь получится в районе 2-2,5 сантиметра. Железо у меня было, но примерно такой лист железа на рынке будет стоить порядка, где-то до 2000 рублей на рынке. Куском вам не продадут, придется его брать там метр на метр или больше, метр на два, по-моему, они идут. Метр на два метра. Придется приобретать такой. Вот. Я согнул внутренний диаметр и приклепал его вот сюда вот клепками и сделал внешний диаметр. Заклепал с этой стороны и получилась вот такая вот конструкция, в которой можно свободно засыпать уголь, и ей работать. В принципе, засыпаем сюда угля. Угля сюда уйдет не более двух килограмм, в районе двух, можно чуть поменьше. И вот такой уголь можете, если у вас финансы не располагают, сделать своими руками. Я здесь не морочился. Здесь заглушка чуть-чуть побольше, чем этот. Просто поехал ради прикола решил снять. Вот. Если посчитать, ну, железо я укруглю там полторы-две тысячи лист. Плюс, ну, наклепки бросить 20 рублей. Вот. Заглушка вот эта порядка 80. Это рублей 50. И уголь хороший. Если немецкий сюда сыпать, он будет в районе, там, тысячи рублей. Может, плюс-минус, меньше. Вот. Где-то вам выйдет он в районе трех тысяч рублей, может быть, меньше. Ну, и плюс заморочки крутить-вертеть. И все такое. А так сделать можно самому. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok